Абхазская телевидение В Администрации президента состоялась торжественная церемония вручения государственных наград. Четвертая международная научно-практическая конференция «Пейпш», посвященная физико-математическому образованию, прошла в Сухуми. В Сухуми состоялась выставка «Вечер памяти», посвященной супруге лидера советской Абхазии Нестер Алакоба. В Администрации президента состоялась торжественная церемония вручения государственных наград. Ордена Ахидзапша удостоены 67 человек. В их числе ученые, педагоги, врачи – люди, посвятившие себя служению профессии и родине. Высокие награды они получили лично из рук президента Аслан Абжания. Репортаж Али Китрапш. Перед началом торжественной церемонии награждения орденами Ахидзапша видных деятелей Абхазии, ученых, врачей, педагогов, президент Аслан Абжания выступил с приветственной речью. Глава государства особо подчеркнул и поблагодарил их за большие заслуги в области науки, образования, медицины, культуры, искусства и спорта. Глава государства особо подчеркнул и поблагодарил их за большие заслуги в области науки, врачи, 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 врачи. Глава государства особо подчеркнул и поблагодарил их за headlights на улицу. Продолжение следует... 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 Сария Лакоба А затем и вечер, организованный Министерством культуры совместно с историком Мемориальным музеем Министера Лакоба. Мероприятие посетили премьер-министр Александр Ангваб, члены правительства, общественные и политические деятели. Репортаж Асид Малия. Сария в трауре в день похорон Министера Лакоба. Фотография, которая как в зеркале отражает весь трагизм событий, связанных с судьбой ее спутника. А впоследствии и его семьи, соратников, всего близкого окружения. После похорон Министера Лакоба 31 декабря 1936 года последовала череда арестов. Рассекреченные документы того периода, в том числе шифрограмма от Иосифа Сталина на имя Лаврентия Берия, доказывают факт причастности первого секретаря ЦК КП Грузинской ССР Берия к гибели Министера Лакоба, которому вождь развязал руки для заведения уголовных дел и проведения показательных судов. Главная цель – объявить абхазского лидера и всех его соратников врагами народа. Сария Лакоба в этом деле была главным фигурантом. На долю по-особенному красивой, статной, интеллигентной, образованной и гостеприимной Сарии выпали страшные испытания. Глядя на семейные фотографии семьи Лакоба, посещает ощущение гармонии и уюта, без намека на близкий конец. Посетители выставки, в числе которых первые лица правительства, внимательно рассматривают фотографии, как бы пытаясь разгадать феномен хрупкой, но сильной абхазской женщины. Она же легендарная женщина. То, что она выдержала, никто, даже мама говорит, никто бы не смог бы это перенести. Ради родины, ради своего супруга, чтобы сохранить абхазию и не предать того, чего. За правду. Она же за правду. Своей жизнью, своим сыном пожертвовать. Ради правды, ради мужа. Стойкостью Сарии можно только искренне удивляться, говорит Татьяна Ладария. Внучка – секретаря обкома партии Владимира Ладария, который был другом из подвижников Нестора Лакоба. Татьяна вспоминает рассказы Сарии и ее семье из первых уст. Моя бабушка, она тоже пострадала, когда дедушку в 1937 году расстреляли, ее сослали на Воркуту. Десять лет она сидела там в тюрьме и пять лет без права выезда. 33 года ей было. Ну, вы знаете, потом вот, когда она уже вернулась с Супоми, ну, мы еще были детьми, и вот к ней приходили в гости к бабушке вот люди, с кем она сидела. И это были такие женщины, которые гордые. Я удивляла, сколько им пришлось перенести, пережить. Они не озлобились. Они так, вот благодаря своей силе духа, благодаря веру в то, что все равно победит справедливость, и что их мужья были правы, они выдержали, вы знаете, все те испытания, которые выпали на их долю. Личность Сарии заняла значимое место в истории Абхазии, олицетворя женскую преданность, терпение и жертвенность. Она поистине остается величайшей женщиной. В процессе расследования ее вызывали на многочисленные допросы, которые продолжались сутками. И что самое страшное, подвергался жестоким пыткам ее 15-летний сын Рауф. К личному делу Сарии Лакоба прикреплена справка о ее смерти, которая, по изложенным в ней данным, наступила от туберкулеза легких. Однако, благодаря допросам свидетелей, позже было установлено, что в стенах НКВД в Тбилиси Сария Лакоба подвергалась истязаниям и избиениям. Но она не произнесла ни единого слова, порочащего честное имя Нестора Лакоба. В архивах историка Мемориального музея Нестора Лакоба бережно хранятся уникальные материалы, которые годами собирались по крупицам. Бывший директор историка Мемориального музея Людмила Малия, которая не стала год назад в возрасте 80 лет, приложила неимоверные усилия к формированию архивного фонда и экспозиции музея. Интеллигентная, степенная и высокоинтеллектуальная Людмила Малия ушла из жизни 16 мая, как Сария Лакоба, и, возможно, в этом есть особое знамение. Сария Ламшири, Сария Алтахамши, Майжафа, 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 Чни Цыпх, Лапстаза Арадалти, Лакоба и музей, Эйджизгаз, Акаршукса Цыпхананца Хадас и Хабас, Ихагылаз, Людмила Владимирович Хамалия. Йедettle supplying музея в 19.00 за, как вещества музей ответил на некоторых музей. В Вечеслава Мих牟истос Цыпханцы состоялась и SAS, exactement, я музей мне getirил с Москвой и заставь 10.00. На вечере памяти Сарии Лакоба, который продолжился в зале драматического театра, говорили о трагических событиях 1937-х годов и многочисленных искалеченных репрессивной машиной судьбах. В их числе глава наркома промышленности Анатолий Вардания, чья дочь Ирина Вардания поделилась своими воспоминаниями. Я вспоминаю свою маму, которая приехала из сырки, и вместе с ней ее подруги Ксения Чармаз, Вера Лакоба, Вера Анчабадзе, Зина Цикория, ну и все остальные. Они все собирались у нас дома и говорили, они говорили до ночи, они говорили громко, они говорили обо всем, что у них на душе, они говорили, не боясь того, что их кто-то там придаст, не боясь того, что они будут арестованы. А потом они переходили к теме Сининия Старлакова, вспоминали его и Сарию, и все они начинали плакать. Они так говорили о Сарию, они так высоко о ней говорили, они такими эпитетами ее награждали, что я студентка тогда была, слушала их и думала, ну неужели же такие женщины вообще существуют? Ирина Вардания также говорила о важности увековечения памяти Сарии Лакоба, о необходимости возведения и памятника. Работа по данному вопросу ведется в Министерстве культуры совместно со столичной администрацией. Директор Государственного музея Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар Кугуца Джикирба преподнесла в дар историка Мемориальному музею Нестора Лакоба точный дубликат перочинного ножа Сарии Лакоба. Абхазия Дбар Кугуца Джикирба преподнесла в дар историка Мемориальному музею Нестора Лакоба. Абхазия Дбар Кугуца Джикирба преподнесла в дар историка Мемориальному музея Нестория Лакоба. Затем был показан фильм, подготовленный Абаза-ТВ, в который вошли кадры, хроники, различные интервью и отрывки из театральной постановки, повествующие о судьбе Сарии Лакоба. Больше месяца я работал в архиве, но это, конечно, вообще страшное дело. Страшное в том смысле, что читать эти дела. Я знаю, что когда я читал дело Рауфа, я просто сидел и плакал. Это просто невозможно было читать спокойно. Дело Сарии, все эти документы надо было бы иметь целиком, потому что по этим документам можно было даже составить список интересированных. Как-то магически в одной дате, 16 мая, сошлись и рождение, и смерть. Трагическая судьба Сарии Джихуглы, жены видного абхазского политического деятеля Нестора Лакоба, вероятно, не могла быть иной, как и судьба их народа, которому через тернистый путь, жертвенность и потери уготовано светлое будущее. По всей Абхазии продолжается поэтапная установка приборов в учет электроэнергии. Кроме того, недавно специалисты Черномор Энерго экстренно заменили один из трансформаторов на улице Чанба, вышедший из строя из-за перегрузок потребления. Рада Чачава расскажет детали. На улице Чанба в селе Баслада, как рассказал директор Сухумского филиала Черномор Энерго Даур Читанаба, часто возникали проблемы с подстанцией, а точнее с трансформаторами, не справляющимися с нагрузкой потребления электричества. В недавнем времени вновь возникла аварийная ситуация. Из-за бесконтрольного потребления электроэнергии трансформатор сгорел. Нам приходилось часто здесь проводить мероприятия по устранению аварии. Буквально недавно, около месяца назад, очередной раз трансформатор вышел из строя, полностью выгорел трансформатор, его внутренняя оболочка. При этом нам пришлось заменить данную трансформаторную подстанцию, то есть трансформатор мощностью 630 кВт, заменили его на 400 кВт. Нам параллельно с установкой нового трансформатора мощностью 400 кВт стояла необходимость острая установить приборы учета для фиксации потребления у каждого абонента. Мы провели большую работу разъяснительную по установке приборов учета. С каждым абонентом мы пообщались, мы им объяснили, что трансформатор сейчас будет установлен меньшей мощности, соответственно, грузить его так уже точно не получается. И поэтому мы вынуждены всем поставить приборы учета. Помимо установки приборов учета было незаконных подключений, от чего мы сейчас избавились. И в данный момент потребление составляет около 170 кВт, то есть это около 30% от мощности трансформатора. Проблема неконтролируемого потребления электроэнергии в республике повсеместная. На данный момент, как рассказал Даур Читанава, в районе продолжается работа по установке приборов учета, которые помогут избежать перегруза сетей и аварийных ситуаций. Во всем районе, то есть во всех его селах проводим данную работу. Начинаем мы с более проблемных мест. На данный момент около 700 приборов учета, подвесных, интеллектуальных приборов учета установлено. Также ведется работа по дальнейшей установке приборов учета, подготовке данных объектов. Как рассказал Даур Пипи, начальник управления автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, установка счетчиков активно ведется по всей стране. В этом месяце также ожидается поставка приборов учета. В этом месяце мы ждем 2000 приборов учета, именно подвесных, которые мы будем выделять именно на Гагру. Это уже будет идти непосредственно по физлицам, по обычным домам, которые летом не сдают свои комнаты и так далее. Сейчас в этом месяце мы еще охватываем Гудауту. Туда тоже направлено у нас 2000 счетчиков. На Сухумский район у нас направлено сейчас 1000 приборов учета. Гульрибский район также 1000. И Ачимширский район 1000 приборов учета. Благодаря этому, что мы устанавливаем сейчас приборы учета, у нас идет очень положительная тенденция в пользу экономии электроэнергии. По словам Даура Пипи, установка приборов учета поможет не только решить вопрос учета потребляемой электроэнергии, но и даст возможность повысить эффективность собираемости. В том числе за счет дистанционного отключения недобросовестных абонентов. Еще в чем плюс того, что мы установили приборы учета. Деньги, которые собираются за электроэнергию, сумма уже становится больше. Соответственно, Черномор Энерго имеет возможность обслуживать свои сети. То есть ничего не простаивает. Где-то если, скажем, трансформатор вышел из строя, какие-то средства уже находятся для того, чтобы экстренно мы могли заменить этот трансформатор. Если раньше каждому контролеру приходилось приходить к абоненту, отключать его физически, отрезать, это приводило либо к конфликтным ситуациям, либо к тому, что абоненты потом сами залезали на опору и обратно подключались в свои сети. Сегодня все приборы учета, где у нас установлены, мы имеем возможность отключения дистанционно. То есть абонент своевременно получает уведомление о том, что у него есть задолженность и в течение трех дней он должен оплатить, погасить часть хотя бы своей задолженности. Если он игнорирует, мы дистанционно имеем возможность отключить этого абонента. Работы по установке приборов учета электроэнергии продолжатся по всей республике и дальше. Рада Чачава, Заур Кварчия, Абхазское телевидение. Исполнилось 20 лет со дня основания кафедры истории и теории международных отношений АГУ. В честь юбилея в университете была открыта аудитория имени Рауля Хонеля, первого заведующего кафедрой. Кроме того, была заложена капсула времени. Репортаж Ульяны Рожковой. Вот уже 20 лет, как кафедра истории и теории международных отношений АГУ обучает и выпускает квалифицированных дипломатов. Ведь те знания, которые закладываются в период обучения, помогают в будущем реализовать себя в разных сферах. На сегодняшний день выпускники кафедры работают в разных структурах республики. Как признаются первые выпускники, еще тогда, в далеком 2003 году, они не знали, куда идут. Но единственное, что вселяло в них уверенность, это вера в процветающую Абхазию. Огромный вклад в становление кафедры внес первый заведующий, профессор и известный ученый Рауль Хонеля. К сожалению, он не смог сегодня разделить ту радость, которую испытывают все причастные к открытию направления международные отношения. В его честь была открыта аудитория, в которой будущее и нынешнее поколение будут впитывать в себя знания. Первый выпуск, вы все помните, в аккурат попал в признание нашей страны. Как будто это мы угадали, как будто это было специально сделано. Рауль Кибевич, я хочу еще раз сказать о том, что совершенно правильно считал необходимым создание именно этой специальности. Поддержали Рауль Кибевича многие. Тут Ясмоповна сказал о том, что Олег Алексеевич поддержал. Да, на самом деле, сразу же после того, как он вызвал нас с Рауль Кибевичем, говорит, вот Олег Николаевич поедет в Кубан, Рауль Кибевич в Вереван, чтобы посмотреть, как там попросить учебные планы, как обустроено все это. Вот так мы и сделали. В такой значимый день учащиеся с первого по пятый курсы совместно с письмами первых выпускников отделения заложили капсулу времени за консервированное послание будущим поколениям. Студенты международных отношений ответственно подошли к этому делу, написали письма и отсняли видеопослание. Через 20 лет эту капсулу времени откроют уже совершенно другие молодые люди с другим мышлением и способностями. Знаете ли вы, что под собой подразумевает капсула времени? Чаще всего ее задачей является сравнение настоящего и будущего. Какие-то интересные факты сегодняшнего дня людям и завтра. Но международники подошли к этому заданию немного иначе. Знаете, читая одно письмо за другим, складывается четкое осознание. Эти письма предназначены для того, чтобы заключить в эту капсулу дух международников. 20-летие кафедры совпало с окончанием дипломатической недели, которая каждый год в конце второго семестра проводится студентами в стенах университета. Каждый курс на протяжении недели представляют свою особенную программу. Готовят доклады, презентации, снимают короткометражные фильмы. Главная тема, безусловно, международные отношения. Завершается дипломатическая неделя праздничным банкетом. Очень приятно видеть, как наша молодежь чтит наши традиции. На этих же мероприятиях, как они танцуют национальные танцы, поют, то есть проводят время в абхазском ключе, так скажем. Что касается выпускников и их трудоустройства, за время открытия специальности международные отношения окончили 205 выпускника. Среди них с красными дипломами 52 выпускника. Не все, безусловно, работают в профильном ведомстве. С гордостью хочу сказать, что у нас на кафедре работают 8 преподавателей наших выпускников. Мы сравнительно молодая кафедра по времени образования и процентному соотношению молодых кадров. Спасибо нашим старшим в лице Олега Алексеевича, Алика Николаевича, которые поддерживают нас в этом деле. Уже находясь в амфитеатре, своими воспоминаниями поделились многие выпускники кафедры и педагоги, которые одни из первых начинали обучать, сумели собрать и объединить свои знания, вспоминая, что для учащихся первого потока четвёрка считалась низкой оценкой. В конце мероприятия все присутствующие могли посмотреть короткометражный фильм про деятельность кафедры международных отношений. Ульяна Рожкова, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. У двоих жителей города Сухом изъято наркотическое средство. Оперативно-розыскные мероприятия провели сотрудники уголовного розыска столичного УВД. Далее оперативная съёмка МВД. Сотрудниками уголовного розыска столичного УВД в результате проведённых оперативно-профилактических мероприятий у двоих жителей города Сухом изъято наркотическое средство. Хиба Данил Георгиевич 2004 года рождения хранил во внутреннем кармане носимой ветровки бумажный сверток с содержащимся в нем наркотическим средством каннабис для последующего личного потребления. В отношении последнего органам дознания УВД по городу Сухом по части 1 статьи 223 Уголовного кодекса республики возбуждено уголовное дело и избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде. Гражданин Лабжане Хаджират Вианорович 1995 года рождения незаконно приобрел и хранил при себе два медицинских шприца с готовым для инъекции наркотическим средством метадон, что установлено в результате исследования в экспертно-криминалитическом центре МВД. По данному факту в отношении гражданина Лабжане возбуждено уголовное дело. На время предварительного следствия подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. Расследование проводит отдел дознания УВД по городу Сухом. В республике продолжается весенняя призывная кампания. Армия – это школа мужества, где в первую очередь учат постоять за себя, свою родину, родных и близких. Служба в войсках помогает юношам о развитии, выносливости и силу воли, учить самостоятельности и выживанию без родительской или другой помощи. Об этом новая рубрика Министерства обороны, где ветераны и военнослужащие говорят о важности армейской службы для каждого мужчины и гражданина. Министерство обороны Сегодня делает максимально возможное, чтобы создать необходимые условия для защиты своего Отечества, для подготовки кадров, для обучения, значит, новое поколение солдатиков и так далее. В целом, я считаю, что неплохие, а в будущем, я думаю, что еще лучшее будет. Лучше будет почему? Потому что руководство страны, народ наш максимальные силы свои укладывают для того, чтобы создать все необходимые условия нашим защитникам Отечества. Благо, российская государственность помогает нам в обучении молодых специалистов. Каждый год, что мы посылаем на обучение по разным специальностям по военной подготовке, обучаем офицеров, это великое дело. В случае какой-либо опасности, дефицита специалистов у нас как таковой, надеюсь, что не будет, но людские ресурсы, они должны быть всегда, как говорится, в запасе немало. Я далеко не согласен с теми родителями, вот когда иногда вот так вот встречаем, которые иногда пытаются скрывать своих детишки по разным причинам и так далее. Я против всего этого. Кто бы ни есть, любой мужчина, какой бы он специальности не есть, какой бы он здоровый не имел, всего он положения, все должны быть готовыми к защите своего Отечества. Я, как ветеран службы, как ветеран участника войны, обращаюсь к молодежи, к молодому поколению, лицом повернуться к военной службе. Те, которые проходят службу, показывают нам, что цены им нету. Это я не хочу сейчас примеры приводить, как абхазцы или выходцы из Абхазии служили во все времена, начиная с той Великой Отечественной войны, по сей день и при советской власти, для меня очень близка и знакома. И я хочу сегодня, чтобы молодежь наша, невзирая ни на что, чтобы они шли, подготовку получали. Я не призываю на войну идти никого, не дай Бог, мы не хотим воевать ни с кем, но мы всегда должны быть готовы к тому, чтобы чужие сапоги по нашей территории не ходили, Нами никто со стороны не командовал. Сами живем свою истинную, исконную землю, свою республику, сами можем собой справить. Нам помогают великие страны, которые нас признали и признают в будущем. Я единственное, что прошу, не искать причины, чтобы не служить, а искать все возможные пути, чтобы честно, добросовестно дать свой долг своей Родине. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидромедцентра, в выходные дни на территории Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу ночью возможен дождь и воскресенье без осадков. Температура воздуха ночью плюс 8,13, днем плюс 14,19, температура морской воды плюс 16 градусов. На этом наш выпуск завершен. Хороших вам выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова